Здравствуйте! На телеканале ИТВ программа «Твое здоровье». Беременность и рождение ребенка – это ни с чем не сравнимое состояние и ощущение счастья. Но иногда это счастье могут омрачить различные патологии и проблемы, которые, возможно, возникнут в период зачатия, вынашивания ребенка и родов. Как предупредить эти проблемы? Сделать так, чтобы женщина и ребенок были здоровы? Об этом на конференции в Симферополе говорили ведущие специалисты в вопросе репродуктивного здоровья – крымские и московские. Коллеги обсудили насущные вопросы в акушерстве и гинекологии. Акцент сделали на профилактике осложнений беременности и методах борьбы с бесплодием. Вообще проблем в репродуктивном здоровье у нынешней молодежи хватает, не скрывают специалисты. Причин очень много. И, конечно, свои знания, опыт и современные технологии врачи направляют на улучшение обстановки, на решение сложных вопросов. Сегодня у нас проводится вторая уже подряд ежегодная конференция, посвященная вопросам акушерства и гинекологии, в том числе репродуктивной медицины. Название конференции «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» говорит о том, что мы внимательно врачи смотрим за ситуацией, связанной с репродуктивным здоровьем нашего населения и не можем не реагировать, предоставляя качественную высокотехнологическую медицинскую помощь нашим пациентам. Ежегодный научный симпозиум проводится в Крымской столице уже во второй раз. Ведущие специалисты в репродуктивном здоровье встречаются, чтобы обменяться опытом, обсудить новшества и поделиться своими наработками. Сегодня мы проводим уже второй раз конференцию в Крыму. Эта конференция проводится в рамках непрерывного медицинского образования, потому что врачи должны подтверждать свое мастерство каждые пять лет. И за эту конференцию будет начислено определенное количество кредитов. Эта школа или конференция проводится российским обществом акушерных гинекологов, которые, собственно говоря, и планируют такие учебные конференции для того, чтобы повышать уровень врачей. Такие встречи организовываются еще и для того, чтобы сосредоточить в одном месте для всех информацию по новым утвержденным документам, так называемым протоколам. Задача врачей – интегрировать эти знания в свою практику. Конференция посвящена очень актуальным вопросам акушерства и гинекологии. Наша задача – интегрировать современные знания, современные протоколы и использовать их, в общем-то, едино во всех регионах России, чтобы мы все, акушеры-гинекологи, работали по единым правилам, единым протоколам, ну и имели, конечно, возможность обмениваться своим опытом, своими знаниями, в зависимости от того, где мы работаем. Более подробно обсуждали подготовку к беременности, проблемы невынашивания, несовместимость по резус-фактору матери и ребенка. Говорили и о бесплодии, по причине которого имеют проблемы с зачатием более 15% молодых пар в России. Остановимся коротко на каждой из проблем. Многие наверняка слышали о резус-конфликте. Это когда малыш, который развивается в утробе матери, имеет разный с ней резус-фактор. Резус-конфликтная беременность, к настоящему времени, конечно, можно сказать, что эта проблема отчасти решена на территории Российской Федерации. Это, в общем-то, связано с тем, что мы внедрили протоколы, мы используем достаточно широко лекарственные препараты с профилактической целью, что позволяет нам предотвратить развитие тяжелых форм резус-конфликтной беременности. Около 15% женщин имеют резус-отрицательную группу крови, и, соответственно, наступление у них беременности потенциально угрожаемо по развитию некоторых осложнений. В этом году опубликован пересмотренный протокол по ведению пациентов с резус-конфликтной беременностью. И вот сегодня, собственно, мой доклад будет посвящен обновленным данным по ведению таких беременных с целью профилактики тяжелых перинатальных исходов, ну и, собственно, для улучшения показателей и рождаемости, и снижения показателей перинатальной смертности и заболеваемости новорожденных. К счастью, сегодня медицина не стоит на месте, и уже разработан такой препарат, который, если ввести его вовремя, убирает все риски резус-конфликта. Разработаны лекарственные средства. Это антирезусный моноглобулин, который, в общем-то, доступен в настоящее время по программам ММС. То есть эта услуга оказывается бесплатно на территории Российской Федерации. Все беременные женщины с реус-отрицательной кровью и не имеющие сенсибилизации имеют возможность провести, получить профилактическое лечение с использованием специальных лекарственных средств для того, чтобы предотвратить развитие реус-сенсибилизации и развитие гемалитической болезни, уплодая новорождением. То есть это перед беременностью? Нет, это во время беременности. Протокол включает в себя обследование во время беременности. И в 28 недель беременности мы вводим, ну или позже, в зависимости от ситуации, вводим профилактическую дозу антирезусного иммуноглобулина. Это позволяет нам предотвратить сенсибилизацию, таким образом в последующих беременностях предотвратить развитие резус-конфликта. Причины резус-конфликта просты. Все зависит от того, какой резус-фактор крови будет у малыша. Мама может быть с положительным резусом, а малыш с отрицательным. Вот и несовместимость. Если женщина имеет резус-отрицательную кровь, а ее супруг или отец ребенка имеет резус-положительную кровь, то 50% есть риск того, что ребенок, который будет зачат, будет иметь тоже резус-положительную кровь. То есть он будет несколько чужероден по группе, по резус-фактору относительно материнского организма. А плодовые эритроциты могут попадать в материнский кровоток и вызывать такую сенсибилизацию, то есть иммунный ответ. И материнский организм начинает вырабатывать собственные антитела, которые будут разрушать клетки крови плода. Таким образом, условно, но можно сказать, что наносится вред здоровью плода. Причем здоровье беременной женщины при этом никак не страдает. 15% беременных имеют резус-отрицательную кровь. Среди них порядка 1-1,5% входит в группу риска по возможной сенсибилизации. То есть в ситуации, когда вот этот конфликт, когда образование антител произойдет. Мы сейчас имеем все возможности для того, чтобы предотвратить развитие вот этого первого контакта и образование антител, для того, чтобы предотвратить развитие осложнений. Профилактические мероприятия всегда помогают в решении проблемы резус-конфликта. Главное сделать все вовремя. А для этого женщина должна своевременно стать на учет по беременности. Следующая проблема, с которой нередко сталкиваются врачи, это преждевременные роды. Преждевременные роды – это, к сожалению, бич современного акушерства и вообще здравоохранения, потому что все больше пациентов планируют беременность в старшем возрасте. Все чаще мы прибегаем к вспомогательным репродуктивным технологиям и, соответственно, больше частота развития многоплодных беременностей. И вот это все в совокупности является таким фактором, который повышает риск невынашивания беременности, преждевременных родов. А что такое преждевременные роды? Это рождение недоношенного ребенка. В зависимости от срока недоношенности мы можем говорить достаточно о тяжелых последствиях для плода и большой достаточно финансовой нагрузке на государство и на семью. Сейчас внедрено и разработано ряд профилактических мероприятий, диагностических процедур, которые позволяют нам своевременно выявлять пациенток из группы риска, проводить целенаправленную профилактику в этих именно группах. А если уже и начинаются угрожающие преждевременные роды, то мы имеем возможность либо их приостановить, либо пациентку перевести в стационар более высокого уровня, на уровне перинатального центра, где, собственно, новорожденному, даже преждевременно рожденному, может быть оказана самая квалифицированная помощь. Ну и таким образом мы здоровье нации будем сохранять. Таких малышей, которые появились на свет раньше положенного срока, выхаживают в республиканском перинатальном центре. К слову, наш крымский центр один из лучших в России. Специализируются врачи перинатального центра на родах при беременности до 34 недель, когда малыш на свет появляется преждевременно, соответственно, не пройдя все этапы развития. Вес таких новорожденных едва может достигать килограмма. И, конечно, выходить таких детей очень сложно, но наши медики справляются и с этими задачами. Опять-таки хорошо, если женщина всю беременность находится под бдительным контролем врачей. Классическими группами риска по преждевременным родам являются пациентки, у которых уже были преждевременные роды в анамнезе, то есть когда-то рождался ребеночек преждевременно. Пациентки, у которых имеются пороки развития половых органов, какие-то хирургические вмешательства на матке, на шейке матки. Накоплодная беременность, более более, когда развивается плодов. И некоторые акушерские осложнения, которые развиваются уже с момента наступления беременности. Какие бы проблемы со здоровьем у женщин не существовали, медики настаивают лучше, чтобы о них врач узнал как можно раньше и предотвратил по возможности осложнения в вынашивании и родах. Суть в том, что мы, конечно, должны выявлять те возможные риски, осложнений, гестационных осложнений у наших пациенток, предвидеть и проводить лечебно-профилактические мероприятия, чтобы улучшить перинатальные исходы, чтобы было здоровье хорошее у новорожденных, не было пороков в развитии, потому что, например, от низкого уровня фалатов мы можем видеть пороки. Правильно назначать терапию гистогенным компонентом тоже для того, чтобы проводить профилактику угрозы прерывания в дальнейшем, выявлять истмикоцервикальную недостаточность. Здесь много вопросов и, конечно, нужно выбрать именно тот путь коррекции, который необходим данной конкретной пациентке. Врачи называют несколько причин, по которым приходится прерывать беременность. К сожалению, достаточно высокий процент пороков развития сейчас. Мы наблюдаем среди осложнений беременности – это угроза прерывания, то есть истмикоцервикальная недостаточность, с которой мы должны бороться. Здесь есть несколько тоже путей. Это, возможно, наложение швов на шейку, писарий, это микронизированный прогестерон, который тоже очень помогает сохранить структуру шейки матки, комбинация различных методов, и это помогает предотвратить преждевременные роды. Почему плохо? Потому что детишки очень рано рождаются, они слабенькие, больные, высокая тоже детская заболеваемость и смертность в связи с проблемами преждевременных родов. И мы, соответственно, должны тоже предвидеть, выделять группы риска и своевременно назначать коррекцию. К осложнениям может привести генетика, проблемы со здоровьем у матери и у развивающегося плода, вредные привычки. Как бы это банально ни звучало, но пьющие и курящие женщины чаще имеют проблемы с репродуктивным здоровьем, чем те, которые не злоупотребляют вышеперечисленным. Очень важно, еще я хотела сказать, к сожалению, чтобы мы не упускали молодежь, потому что те молодые девочки, которые сейчас еще, может быть, не задумываются о будущем материнстве, но очень многое уже мы теряем в связи с тем, что они себя не совсем правильно ведут. Поэтому как привлечь молодежь, как заставить девочку послушать тебя, вот это очень важная проблема, которой тоже нужно уделять большое внимание. Отдельно коснулись темы беременность и роды после 35 лет. Особенно внимательно к планированию зачатия стоит относиться женщинам, которые в этом возрасте беременеют впервые. Считается, что до 35 лет женщина еще молодая, у нее много сил, у нее есть силы справиться с беременностью, хотя раньше говорили, что беременность украшает женщину, делает ее более молодой, но на самом деле это очень серьезная нагрузка для женского организма. И, безусловно, вот после 35 лет начинается, к сожалению, такой уже возраст, переходящий близко к именоползальной перестройке, и резервы женского организма, они, может быть, немножечко заканчиваются где-то, не так все легко дается. Появляются экстрагенитальные заболевания, то есть заболевания просто соматические, сердце легкие, сахарный диабет, какие-то эндокринные. И все это сказывается на том, что наша беременность становится еще тяжелее. И свои резервы уже, и экстрагенитальная патология, все это, так сказать, приводит к тому, что сложнее нам выходить беременность, беременность, пролонгировать ее, и чтобы после родов наша пациентка осталась такой же здоровой, как она была до родов. Особое внимание на конференции уделили проблеме бесплодия. Как мы уже говорили ранее, в России более 15% супружеских пар имеет такой диагноз. Но и в этом случае ведущие специалисты в репродуктивном здоровье знают, что делать. Во-первых, супружеским парам нужно обращаться к своим участковым, к шар-гинекологам, к своим врачам-лечащим, которые могут их как минимум проконсультировать, поставить точный диагноз, посветить те или иные методы лечения для преодоления бесплодия, невынашивания. Такие технологии на сегодняшний день в Крыму у нас есть. Можно подробнее обладать? В частности, если говорим про лечение бесплодия, это технологии ЭКО, процедура экстракорпорального благотворения, которая уже на самом деле историю имеет более чем 40-летнюю. И достаточно успешная технология, которая применяется во всем мире и рождена уже глобально более 7 миллионов детей. Ежегодно в Российской Федерации проводится свыше 100 тысяч процедур ЭКО, которые финансируются из различных источников финансирования, в том числе из фонда обязательного страхования. И в Крыму у нас также проводятся такие процедуры, в том числе в рамках фонда обязательного страхования. И несколько слов о самой процедуре экстракорпорального оплодотворения. Процедура базируется на фундаментальных основах биологии человека и включает в себя подготовку фолликулов с яйцеклетками внутри женщины, изъятие, получение этих яйцеклеток в лабораторных условиях, оплодотворения в лабораторных условиях сперматозоидами партнера и выращивание в лабораторных условиях с последующей подсадкой в организм женщины. Это так, если в двух словах говорить об этой технологии. Отличается ли чем-то естественная беременность от ЭКО? По сути дела ничем, потому что мы используем такие же естественные половые клетки, которыми, как я сказал, фундаментально, так это физиологично происходит внутри организма женщины. Поэтому беременность после ЭКО и беременность после естественных отношений ничем не отличаются. Другой разговор, что, к сожалению, женщины, у которых наступила такая беременность, они имеют ряд заболеваний, которые чаще встречаются или в большей степени выражены, чем здоровые женщины, у которых наступила беременность. Поэтому беременных таких нужно вести более пристально. Это группа определенного риска. Не из-за того, что это было ЭКО, а из-за того, что женщины страдают теми иными заболеваниями. Несмотря на то, что в вопросах репродуктивного здоровья существует ряд проблем, с которыми сталкиваются пары, все же большинство женщин прекрасно справляются с беременностью и родами. Главное, к зачатию новой жизни подойти серьезно и ответственно. И как можно раньше начать подготовку к встрече со своим малышом. Безусловно, первичной профилактикой, которая распространяется на всех женщин, вне зависимости от группы риска, является отказ от курения. И при проведении вспомогательных репродуктивных технологий мы ограничены переносом двух эмбрионов, не более, для того, чтобы контролировать частоту развития троин и так далее. А в группах уже более высокого риска, то есть, да, пациентки, у которых имеется какая-то история рождения деток преждевременно или какие-то заболевания. Есть ряд лекарственных средств, которые мы можем назначать с первого триместра и с второго триместра и таким образом снижать значительные риски развития преждевременных родов. Полностью профилактировать бесплодие или невыношение, наверное, вряд ли возможно. Однако некоторые причины бесплодия могут быть все-таки предотвращены. На самом деле предотвращение заболевания, передающегося половым путем, инфекции, предотвращает развитие так называемого трубного фактора бесплодия. Поэтому всем молодым людям, которые планируют интимные отношения, нужно обязательно думать, ответственно подходить к ведению интимных отношений, чтобы не заболеть венерическими болезнями или, как мы говорим, заболеваниями, передающимися половым путем. Мы это тоже все учитываем. Учитываем особенности ведения беременности, конечно, особенности ведения родов, скажем, расширение показаний к операции кесарево-сечения, возможно, у таких пациенток. Учитываем вот набор тех факторов, о которых я говорила. Конечно, есть особенности. Бояться не стоит, бояться не стоит, но нужно обязательно консультироваться со своим врачом, прислушиваться к рекомендациям, и тогда все будет хорошо. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Берегите себя и будьте здоровы. К зачатию ребенка относитесь ответственно. И пусть у вас все получится. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!